В эфире Вести Ульяновска. Это субботнее утро. С вами встречаю я, Гульнара Шарипова. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь в этом выпуске. Отдых под небом голубым пользуется популярностью второй год подряд. В регионе работают палаточные лагеря. Сильно ли отличаются от обычных? Расскажем через пару минут. Ну а всех, кто остается на выходные в городе, приглашаем на Катуй, в парке Виновская роща, народные игры, конкурсы, выступления популярных артистов Чувашской эстрады. Вечер же можно провести в театре. Калининградский драматически привез в Ульяновск упоминальную молитву «Примадонн и грозу». Ежегодно в последнюю субботу июня в России отмечают День изобретателя и рационализатора. В преддверии праздника наш корреспондент Мира Акопова познакомилась с молодым ученым, который получает уже не первый грант на свое изобретение, на разработку усовершенствованного токоограничивающего устройства для энергосберегающей системы. Все подробности далее. Над гениальным изобретением молодой энергетик трудился в течение пяти лет и продолжает работу до сих пор. В 2019 году, став победителем конкурса «Умник», Юрий Юренков получил грант в размере одного миллиона рублей для дальнейшего усовершенствования своей незаменимой разработки. Действия, производимые устройством, незаметны для глаз простого обывателя, хотя работа идет колоссальная. Главная задача – снизить нагрузку и защитить оборудование в случае замыкания. Вообще, это аналог обычного предохранителя. Этот предохранитель не перегорает, а он восстанавливается и заново может работать. В основном применяется на производствах, где большие, мы его позиционируем, где большие токи короткого замыкания. Это могут быть какие-то металлургические заводы промышленные, может быть, какие-то подводные лодки. Кандидат технических наук Юрий Юренков преподает в институте, в котором и сам когда-то учился. Ценит пытливых и умных студентов. Снимались мы с Юрием Петровичем Юренковым предметом учебно-сельская работа. Предлагатель мне очень понравился, очень понятно объясняет. И самое главное, что предлагатель молодой, с него постановка очень приятная. А грант, полученный в 2023 году, позволит улучшить технические свойства энергосберегающего изобретения и внедрить его на предприятие. Мира Акопова и Юрий Давыдов. Вести. Ульяновск. Через десяток лет они станут успешными юристами, врачами и инженерами. А сегодня завершается их первый этап обучения. Более 4000 вчерашних 11-ти классников получили или получают в эти минуты долгожданный аттестат. А это значит, что ЕГЭ позади и многие из ребят переходят в статус абитуриентов. Минувшие экзамены стали рекордными. 22 ученика получили 100 баллов по русскому языку. 9 по литературе, 8 по истории, 5 по профильной математике. Высшие баллы также зафиксированы по химии, физике и обществознанию. Итоги сегодня подвели во всех школах области. Ученикам лицея при ЛГТУ аттестаты вручили в легендарной тарелке. Выпуск этого года в лицее по праву называют «звездным». По результатам экзаменов у нас 6 стубальных результатов. Более 350 высокобальных результатов. Сегодня в этом зале присутствует 19 претендентов на получение медали первой степени, золотой медали, и претендентов на получение серебряной медали. Уже завтра многие ребята отправятся штурмовать вузы, а сегодня они делятся планами с друзьями и учителями. Я сдала профильную математику на 100 баллов. Готовилась я только с учителем в школе. У меня не было ни репетиторов, ни каких-то онлайн-школ. Я собираюсь поступать в МГТУ имени Баумана на специальность машиностроения либо прикладная математика. Хочу стать инженером-проектировщиком. Я собираюсь поступать в Ульяновский государственный университет технический. Ну, попадам еще, конечно, в другие города, но ориентироваться буду на это, потому что здесь уже все уютно, меня все устраивает. Я рассматриваю радиотехнический факультет, где радиотехника будет совмещена с программированием. А преподаватели надеются, что их многолетние старания отдадут свои плоды. Помимо 11-ти классников, в ближайшие дни аттестаты получат и 12 с половиной тысяч девятиклассников. Уже второй год, помимо обычных смен, детские лагеря предлагают ульяновским ребятам отдохнуть в палатках. Такие смены появились в Барышском лагере, а также в Орленке, Огоньке и Источнике. Условия почти ничем не отличаются от обычных смен. В комфортных, отапливаемых палатках проживает до 10 человек. Правда, длятся такие смены всего неделю, но это не мешает ребятам насладиться отдыхом. Здесь можно и в баскетбол поиграть, и в тире пострелять, а вечером – традиционная дискотека. Впечатления просто очень хорошие. Тут очень хорошая компания, очень все мне нравится. Хорошие дискотеки проходят каждый вечер, какие-то мероприятия для сближения коллектива. В палаточном лагере Орленок сейчас отдыхают 25 ребят от 10 до 16 лет. Особое внимание организаторы уделяют пожарной и антитеррористической безопасности. Для детей проводят тренировки по эвакуации. Кроме того, лагеря регулярно инспектируют сотрудники пожарного и Роспотребнадзора. В вторую смену приедут те дети, которые отдыхали в том году, то есть им понравилось. Они тоже решили отдохнуть и в палаточном лагере. В лагере очень часто ездят дети по несколько лет уже. И очень много. Потому что у кого-то родители сюда приезжали, привезли своих детей сюда. По отзывам говорят, нравится. Накануне в лагерях завершилась первая смена. Отдых не омрачила даже жаркая погода. С 1 по 21 июня в нашем регионе уже отдохнуло более 30 тысяч ребят. Ноги бесплатно. Годные путевки по-прежнему предоставляются. Заявку можно оставить на портале госуслуг, либо обратиться в центр «Лето» по адресу Нариманово, 13. Раскрасим улицу яркими цветами. В Ульяновске появится новый мурал, посвященный семье знаменитого художника Аркадия Пластова. Местный граффитист Марат Петров стал победителем отборочного этапа пятого сезона стрит-арта «Форма арт». И через пару недель жюри предстоит оценить проделанную творцом работу. Забежим вперед и узнаем подробности готовящегося проекта. На эскизе изображен сам Аркадий Пластов крупным планом, внук Николай Николаевич Пластов и дед Аркадия Пластова, Григорий Пластов. Единство поколений. Тема конкурса граффити работ и главная мысль пока еще эскиза молодого художника Марата Петрова. На фасад здания набросок планируют перенести дней через 20, но где именно – пока неизвестно. За плечами творца уже два созданных мурала. Один посвящен знаменитому педагогу Латышеву, другой – ульяновской жемчужине – Ундории. Все они красуются на домах района Репина, возможно, местную галерею, и пополнит семья Пластовых. Там будет, конечно, частично присутствовать стилистика Аркадия Пластовой. Это такая живопись, мазки, масло, что-то вот такое, в таком духе это обязательно будет. В этом году эскиз такой более детализованный, он многоцветный и очень сложный. И времени уйдет на него очень много. Такие вот работы, патриотической направленности, направленность на укрепление института семьи, я считаю, это неплохо. Но обязательно нужно интересоваться мнением жителей, которые там живут. Если они не возражают, то в этом случае такие проекты можно реализовывать. Учесть придется многое. Мнение жителей, фактуру, полотна для нанесения подходящей краски – все ради победы в Поволжском конкурсе «Форма арт», инициатором которого стал полномочный представитель президента Игорь Комаров, давший молодым художникам шанс выиграть до 200 тысяч рублей на развитие творчества. Но для Марата участие в конкурсе – это возможность что-то сделать для родного города и даже способ просвещения людей. В прошлом году таким же образом я в формате фестиваля «Форма арт» реализовывал проект. За моей спиной это Юрий Иванович Латышев, это преподаватель, заслуженный преподаватель России. Талантливую молодежь поддерживает региональное правительство. Уличные художники от негативных ассоциаций уходят, и даже если рисуют на заборах, то делают это с умом. Буквально полтора месяца назад собирались, разрисовывали дом молодых, забор внутри стены. То есть вовлекая молодежь, тем самым они вовлекаются и чувствуют нечто большее, сопричастность к какому-то одному большому проекту. Стать частью большого дела можно. Нужно начать с малого. В День молодежи, например, 29 июня в городе пройдет масса событий, мастер-классов и лекций, где каждый сможет найти себя и, возможно, зарекомендовать свой собственный проект, который украсит улицы города. Маргарита Матюшинская, Михаил Державин, Вести, Ульяновск. Национальный чувашский праздник «Катуй» пройдет 30 июня в парке Виновская роща. В программе «Народные игры», конкурсы, выставка «Подворье», праздничная торговля, национальная кухня и, конечно, выступления популярных артистов чувашской эстрады. Приходите, будет интересно. Будет национальная борьба кирижу, передиктягивание канатов, гири. Также приедут гости с Татарстана, с Яльчевского района. Ансамбль исполнит песню знаменитую «Яльчики, яльчики, какие мальчики», написанную Олегом Николаевичем Мустаевым. Так что приходите, будет интересно. Приедут наши замечательные друзья, артисты с города Чебоксар. Всех гостей на празднике ждет дегустация чувашского традиционного травяного чая. Мероприятия пройдут на главной и малой сценах парка. Романтическая история Бернетт, комедия Людвига и семейная драма по мотивам Островского. В Ульяновск с ответным визитом приехали артисты Калининградского областного драматического театра. Показ спектакль стал частью межрегиональной программы «Большие гастроли». Накануне на сцене Ульяновского драмтеатра зрители увидели спектакль «Поминальная молитва». А сегодня публика сможет насладиться комедией «Примадонны». Завершит программу пьеса «Гроза» в новой сценической версии. Мы, к сожалению, такая область на сегодняшний день, которая очень закрыта с точки зрения логистики. И добраться к нам, а тем более к какому-то коллективу, приехать и привезти декорации, это вообще очень сложно, потому что есть только один путь парома, который занимает очень долгое время. Это где-то полтора-два месяца декорация гуляет по стране. И вдруг, нежданно-негаданно, мы на самом деле очень быстро сговорились, поступило вот такое предложение, и мы решили, а почему нет, давайте-ка мы попробуем обменяться и съездить друг к другу. Всегда это приятно, всегда для артистов, в первую очередь, это полезно. Две недели назад в Калининграде гостили ульяновские артисты. За четыре гастрольных дня спектакли посмотрели более двух с половиной тысяч человек. В афише значились Ромео Джульетта, Любовный квадрат, Бедная Лиза и Кадриль. Калининградских гостей в Ульяновске также ожидает аншлаг. Любопытный факт, который артисты не оставили без внимания, в Кёнисберге произошла знаковая встреча Николая Карамзина с философом Эммануилом Кантом. И воспоминание, цитата из этой беседы вошла в текст писем русского путешественника, первого произведения, благодаря которому Карамзин стал известен как литератор, не как журналист-мыслитель, а как литератор. И мы поняли, что мы обязаны привезти Бедную Лизу. Напомню, Большие гастроли – это проект Министерства культуры России. Он призван объединить культурное пространство страны и способствовать привлечению новой зрительской аудитории. На этом у меня все новости. Сразу после рекламного блока смотрите программу «Тема дня». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова